Вместе 14-й аудитории, я подходим ко мне. Я здесь. Школьники обступают преподавателя так, что её не видно. Английский язык – предмет для итоговой аттестации в 9-м классе необязательный, но его выбрали сотни школьников. Результаты экзамена по английскому им будут очень важны через два года при поступлении в ВОЗ, так что сегодня для большинства репетиция ЕГЭ. Смешанная ощущение. Да, просто волнуешься, потому что первый экзамен, а так все знаешь, поэтому уверена. Очень долго готовились, всю ночь решали, сидели на сайтах, аналогичные задания решали. С этого дня у 9-классников начинается основная волна итоговой аттестации. Именно поэтому последние звонки в школах отзвенели не 25 мая, как обычно, а накануне. Сегодня школьников сопровождают учителя. На пункт проведения экзамена они не войдут, детей настраивают на входе. Мы шли к этому экзамену целых 9 лет. Наши дети родились с рубашки, потому что со следующего года, если действительно перспективный план сдачи ОГЭ по английскому языку будет введен в силу, то он гораздо сложнее, чем сейчас дети наши будут сдавать. Досрочный этап экзаменов прошел без сбоев и нарушений. Система отлажена, и теперь ее проверяют на прочность 10,5 тысяч 9-классников. Больше, чем годом ранее. Форма одежды – парадная, белый верх, темный низ. Но и в этом случае можно выделяться, особенно если уверен в своих знаниях. И тогда экзамен всегда праздник. Экзамен – это такой период жизни, который очень важен для меня. Поэтому я считаю, что парадная форма – это вполне нормально. А вот аппаратуры при них нет. Чтобы воспользоваться чем-либо, перед таком тщательном досмотре и контроле, надо быть иллюзионистом. Сначала дети проходят под рамкой металлодетектора. Ребят, часы, пожалуйста, снимайте, мальчики. Первым замерем вас в стоп. Если красавец мальчик, проводите обоснование. Процедура – это не быстрая. Очередь тянется через вестибюль, в ней – разговоры на отвлеченные темы. Успокаивать нервы кому-то приходится в аудитории. На часах ровно 10 организаторы вскрывают пакет с экзаменационными материалами. Значит, что в постороннем аудитории делать нечего. В ближайшие два часа школьники проведут один на один заданиями. Девятиклассники сдают четыре предмета. Русский язык и математика обязательны. Еще два экзамена по выбору. Популярны те же предметы, что и у одиннадцатиклассников – общество знания и физика. Так что соотношение физиков и лириков в регионе равное. Школьники имеют право на апелляцию в двух случаях, если не согласны с результатами. И тогда работу проверят повторно, но надо быть готовым к тому, что баллы могут прибавить или отнять. Возможно, апелляция и в том случае, если на пункте проведения экзамена будет зафиксировано нарушение. Это подтвердили сегодня в региональном Минобразовании. И напомнили, готовиться к экзаменам в интернете надо осторожно. Если в интернете дети находят какие-то якобы правильные ответы на якобы варианты, которые будут применяться конкретно в каждом регионе, это неправда. Это коммерческий ход. Будет шок, наверное, в какой-то мере. Но, тем не менее, предупреждаю, что кимы не продаются. Результаты этого испытания станут известны в ближайшее время. А уже в понедельник экзаменационный марафон начнут 11-ти классники. Первый экзамен на выбор – литература или география. Контрольно-измерительные материалы распечатывают в аудиториях в присутствии выпускников. Анастасия Анферова, Тимофей Кухарчук, Игорь Нифиденко, Центр новостей.